Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Агуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Изображение президента Назарбаева появилось на купюре в 10 тысяч тенге. Глава Национального банка презентовал юбилейную купюру. Осужденные Карагандинской области могут общаться с родными через интернет. Проект видеосвидания запустили в трех колониях Хабайского района. Реанимационный автомобиль предназначен для новорожденных детей, которые родились в отдаленных районах области. Машина получена за счет средств местного бюджета. Стоимость 60 миллионов тенге. После нескольких вспышек сибирской язвы власти всерьез занялись проверкой скота. За 10 месяцев было исследовано более полутора миллионов голов скота. Животных проверяли не только на сибирскую язву, но и на бешенство, бруцеллезы и другие болезни. Эта тема обсуждалась на аппаратном совещании в областной администрации. С 2017 года планируется строить скотомогильники. В крупных и узловых населенных пунктах строительство начнется в первую очередь. По плану места захоронения по всей области будут построены в течение пяти лет. Это тоже достаточно затратное хозяйство. Кроме того, что его построили, ему надо еще научиться правильно эксплуатировать, приучить людей к правильному отношению к этим объектам. И дальше, вот так поэтапно, этот вопрос мы в течение, ну, наверное, даже быстрее пяти лет, пока так, разогренное пяти лет, его решили. Ветеринарно-профилактические мероприятия против особо опасных болезней сельскохозяйственных животных также проводятся согласно утвержденному плану. По итогам 10 месяцев вакцинация против сибирской язвы по всем видам сельскохозяйственных животных выполнена на 100%. Для выполнения плана противоэпизоотических мероприятий все районы и города области полностью обеспечены ветеринарными препаратами. Где забивают скот, куда перемещают, какие требуются документы и как это отслеживается. Это главная цепочка, которая должна быть на ежедневном контроле, отметил Нурмухамбет Абдибеков. А это можно добиться, только обеспечив ежедневную контролизацию вот этой всей базы. Поэтому мы укрепляем наши предпункты, поэтому мы решаем вопрос по улучшению информационного обеспечения, имеется в виду телекоммуникационную связь, повысить надежность ее. Тогда мы собрали условия для того, чтобы эту работу организовывать через наши пределы и специалисты, которые там работают, и справа с них дальше. Зараженность бруцеллезом крупнорогатого скота превысила среднеобластные показатели. Каркаролинский район около 800 голов, Жанаркинский – 500, Шетский район – 265. В Осокаровском, Актугайском и Бухожирауском районах более 200 голов зараженного скота. В городах Шахтинск и Жесказган – 33, Караганда – 40 голов, Сарань – 12. Крупнорогатый скот, положительно реагировавший на бруцеллез, в настоящее время сдан на переработку. Строительство двух скотомагинок в каждом регионе. Кроме этого, также к нами подготовлена бюджетная заявка на приобретение по одному ессенератору в 9 районах и также бодульных ветеринарных пунктов, по два бодульных ветеринарных пункта в каждом регионе. За счет бюджета в 2010 году построены 6 убойных пунктов, которые на данный момент не функционируют. Для решения данного вопроса руководитель Управления сельского хозяйства Карагандинской области предложил провести разъяснительную работу в регионах среди представителей малого бизнеса для привлечения в данный сектор услуг. В целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности, продукции и сырья животного происхождения проводятся рейдовые мероприятия на предмет наличия сопроводительных документов. Лариса Хусыновой, Сламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 15 ноября Тинги отмечает 23 день рождения. Именно в этот день казахстанская валюта была введена в обращение. В этом году в Астане представили 10-тысячную купюру с изображением президента Назарбаева. Ко дню первого президента Национальный банк Казахстана выпускает в обращение памятную банкноту, посвященную 25-летию независимости страны. В Астане сувенирную банкноту презентовал председатель Нацбанка Даниар Акижев. При этом он сообщил, что в обращение 10-тысячная купюра выйдет 1 декабря. История независимости неразрывной линии связана с личностью главы государства. Поэтому Национальный банк представляет юбилейную банкноту, посвященную 25-летию независимости Казахстана и отражающую вклад президента в развитие страны. Сегодня Тинги является экономической основой независимости, символом суверенитета, полновесной частью новейшей истории и будущего Казахстана. Кроме того, глава Нацбанка презентовал памятную монету в честь 25-летия Казахстана. Он рассказал, что в основу данной памятной монеты легла идея Менгалик-Ель. «25 лет нашей независимости – это уникальная дата. Это время, когда уже можно взглянуть назад и оценить масштаб свершений и достижений. Многое сделано и многое изменилось. Самым дорогим богатством являются наши люди», – отметил Даниар Акишев. Председатель Нацбанка добавил, что памятная монета выйдет в обращение ко дню первого президента – Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Ассель Сазымбаева Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Дорожно-транспортное происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения. Автобус совершил столкновение с грузовой машиной, а затем с легковым автомобилем. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, виновником случившегося стал водитель грузовика. Видео ДТП было опубликовано в социальных сетях. На кадрах запечатлен регулируемый участок дороги пересечения улицы Муканова и проспекта Республики. На видео заметно, как водитель ГАЗ-53, который был загружен углем, проезжает на красный сигнал светофора. На перекрестке он совершает столкновение с автобусом. Последним, в свою очередь, таранит легковой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия, к счастью, никто не пострадал. Специалисты выясняют, какому автопарку принадлежит автобус и были ли в нем пассажиры. А в отношении виновника ДТП составлен административный протокол. Сотрудниками полиции в отношении водителя ГАЗ-53 составлен административный протокол. В данном дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Жители села Ахбаор щетского района стали заложниками снега. Подъездную дорогу за Мело люди не могут выехать из населенного пункта. Между тем, местные власти заверяют, что снегоуборочная техника работает днем и ночью. Снежный затор на дороге по направлению к селу Ахбаор образовался 4 ноября. С тех пор сельчане не могут ни въехать, ни выехать из села. Машины застревают в сугробах, а местная техника не справляется. По словам жителей, такая ситуация очень опасна. Если кто-нибудь заболеет, в село не сможет проехать даже скорая помощь. Кроме того, в Ахбаоре частенько отключают электричество, жалуются жители. Местные власти ситуацию с заторами не скрывают. Там был проезд односторонний. То есть проход мы проделали, и там техника стояла с черта, и там техника постоянно там находится, на дежурстве. А сейчас сегодня уже погода более-менее стабилизировалась. Сейчас они уже дорогу полностью расширяют. То есть очистку проводят на полную дорогу. К другим новостям. Осужденные Карагандинского региона смогут общаться со своими родственниками посредством видеосвязи. Пилотный проект видеосвидания запущен месяц назад на базе исправительных учреждений Абайского района. За это время с родными пообщались четверо заключенных. Еще четверо отправили родственникам видеописьма. Жизнь за колючей проволокой продолжается. Заключенные – обычные люди, которые скучают, любят и нуждаются во внимании родных. Как известно, поддержание связи с семьей оказывает положительное влияние на исправление осужденных. Именно поэтому прокуратура области запустила проект видеосвидания. День-день из моей жизни в колонии. Потому что наши дни, они как бы, как знаете, есть кино «День с рука». У нас примерно почти то же самое. Владимир Домбровский отбывает наказание в колонии АК-159-5 Абайского района. Он получил возможность онлайн-свидания с женой за образцовое поведение. Владимир смог показать супруге свой быт и рассказал, как сильно скучает по дому. Хочу домой. Это для меня это молитва. Вот дома, конечно, хотелось бы оказаться. На кухне. Мне здесь. С женой, с ребенком. С мамой. Супруга Владимира находится далеко. Она не может приезжать к нему часто. А свидание посредством видеосвязи позволило Наталье пообщаться с супругом и поддержать его. Кристина Гаврилова отбывает наказание в АК-159-9. За колючей проволокой Кристина безумно скучает по своей дочери. Пока мама искупает вину, девочка находится в детском доме. Отыскав ее, женщина добилась видеосвидания. Хочу сказать спасибо Башкеновой Санеи Муратовне. Меня когда закрыли, я ее не могла найти долго. Потом по запросам мне Сане Муратовна нашла ее. Я начала звонить, общаться. Потом поговорила с директором. Но он не хотел сначала соглашаться сюда ее везти, чтобы не травмировать. Потом согласились, привозили ее на отдельно открытые двери. Ее первый раз привезли. Всего видеосвиданием поощрены четверо заключенных. Еще четыре человека записали видеописьма. Вместе с тем следует отметить, что в некоторых исправительных учреждениях пока отсутствует возможность подключения сети интернет. Осужденный обращается к администрации учреждения с заявлением, что не имеет возможности встретиться с родственниками в связи с тем, что отдаленностью их проживания. То есть, именно по этой причине администрация учреждения дает разрешение на видеосвидание. Данный проект введен пока только в трех учреждениях – АК-159-5, АК-159-9 и АК-159-18. В дальнейшем такие условия будут создаваться во всех колониях региона. Айом Амрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Областной перинатальный центр Караганды получил реанимационный автомобиль с инкубатором для новорожденных. Машина получена за счет средств местного бюджета. Областной Экимат выделил 60 миллионов тенге. Оснащен автомобиль транспортным инкубатором, аппаратом искусственной вентиляции легких, портативным газовым анализатором. Реанимационный автомобиль предназначен для новорожденных детей, которые родились в отдаленных районах области. Ведь оборудование в селах, мягко говоря, не на высоком уровне. Поэтому и приходится ввозить младенца в город. Для врачей самое главное – это удобство и качество. Высота автомобиля позволяет оказывать помощь пути, стоя в полный рост, что играет немаловажную роль. Так как это предназначено для оказания интенсивной помощи в пути, то, естественно, это транспортный инкубатор, который поддерживает определенную температуру, влажность в пути. То есть ребенок маленький, как правило, чаще всего это преждевременно рожденные дети, которым нужны особые условия выхаживания и в пути в том числе. Поэтому транспортный инкубатор предназначен для того, чтобы ребенок, образно говоря, не замерз в пути, чтобы ему было комфортно. Во-вторых, это аппарат искусственной вентиляции легких, который тоже позволяет недоношенным детям, ну и доношенным детям в критических ситуациях, позволяет оказать респираторную поддержку. Кроме того, автомобиль оснащен мониторами и реанимационным чемоданом, которые помогают наблюдать за состоянием пациентов. Этот автомобиль облегчит работу консультативной транспортной службы ОПЦ. Вот смертность в пути, допустим, за эти годы, она исчисляется единицами. Допустим, если предположить патетически, что эти дети остались бы в районах, где, во-первых, нет специалистов, которые бы оказывали эту помощь, ну узких я имею в виду, потому что это все-таки реанимационная помощь. И именно для недоношенных детей. Как правило, преждевременные роды – это всегда неожиданность. Хорошо, когда сельский доктор, допустим, он может заранее госпитализировать женщину в город, да, и она доедет. А если это зима или плохие погодные условия, или женщина по каким-то обстоятельствам, она не может выехать сейчас, да, по-семейным, то они рожают на селе. Работает консультативно-транспортная служба не первый год. И на балансе находится не одна подобная машина. Но сейчас век новых технологий. Нужно идти в ногу со временем, считают специалисты. На сегодняшний день в области существует пять таких автомобилей. В Жизкозгане и в Балхаше по одной, и в Караганде сейчас три машины. Ассель Сазанбаева, Исламбек Успана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Специалисты Центра по формированию здорового образа жизни посетили карагандинский автоцон, где предложили горожанам проверить уровень сахара в крови. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое опасно своими осложнениями, сосудистыми поражениями нижних конечностей, глаз, почек и других органов. Заболевание на начальном этапе может протекать бессимптомно, ведь повышенный сахар не болит. Факторами риска заболевания являются возраст от 45 лет, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина. Обо всем об этом медики рассказывали посетителям карагандинского автоцона. Здесь же можно было проверить уровень сахара в крови. Данная акция привела приуроченность к сегодняшнему дню. И в акции были привлечены врачи-эндокринологи, также лаборанты для измерения сахара в крови, для определения артериального давления и измерения избыточной массы тела. Данная акция была предназначена для населения, чтобы население могло знать, насколько серьезно данное заболевание. 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В этот день проводилось много акций, главная задача которых – обратить внимание на это заболевание. Медики рекомендуют горожанам регулярно проходить тестирование, чтобы вовремя выявить недуг и начать лечение. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Казахстане впервые прошел юношеский республиканский чемпионат по баскетболу среди женских команд. Карагандинские девочки заняли первое место. Соревнования проходили в городе Лисаковск. Торжественная встреча юных спортсменов состоялась на железнодорожном вокзале. Капитан команды Маляка Омертай учится в восьмом классе в городе Жизказган. Этот необычный для девушек питспорта Маляка выбрала три года назад. Но за это время молодая спортсменка добилась многого. На соревнованиях нам было нелегко. Я хочу сказать большое спасибо нашим тренерам за то, что они нас многому научили. Благодаря им мы смогли одержать победу. В Костанайской области в городе Лисаковск прошел юношеский чемпионат Казахстана по баскетболу. Лучшие молодые спортсменки Карагандинской области представили регион на достойном уровне. В финале карагандинки сыграли шимкенской командой. Как признается тренер, борьба была трудной. Но наши вырвали победу. Я, честно говоря, очень рад. Потому что наша область уже давным-давно не завоевывала медали. Особенно первые места. Призах были, но чемпионами стали впервые. Я спасибо Теникееву, депутату Государственной Думы, за спонсорскую помощь. Нефедову Владимиру Николаевичу. Также я думаю, что все-таки управление Карагандинской области будут в следующем помогать нам в поездках на чемпионаты Казахстана. Родители спортсменок выразили особую благодарность администрации школы за то, что учителя и директор всегда поддерживала ребят. Мы хотели бы поблагодарить администрацию нашей школы номер 30, директора Майру Бахытовну, которая нам не препятствовала в тренировках, помогала, выделяла нам время в зал. Как бы сборная Карагандинской области, но именно по Караганде наша 30-я школа. И хотим поблагодарить администрацию всех тех, кто нас поддерживал. Большое всем спасибо. Команду сформировали из лучших баскетболисток городов Тимирта, Ужисказган, Абай и Караганда. Во время игры с командой был талисман. Такой же веселый, как и сами спортсменки. Она на Малику чем-то похожа. Третье поражение подряд. Хоккейный клуб «Сарарка» продолжает извиняться перед болельщиками. 14 ноября карагандинцы проиграли хоккеистам из Сарова со счетом 1-2. После двух поражений подряд в сухую на своем поле, болельщики ждали от хоккеистов «Сарарки» только победы. Казалось бы, все для этого есть. Есть спортивная злость после двух проигрышей и несильный соперник. Саров из одноименного города является стабильным середнячком турнирной таблицы. Стоит отметить, что хоккеисты «Сарарки» обнадежили болельщиков первой заброшенной шайбой. На четвертой минуте первого периода Олег Ломако распечатал ворота Сарова. «Шайба заброшенная, будет очень важна! Ломако, бросок и гол! Гол, гол, гол! Олег Ломако!» К глубокому сожалению болельщиков и всей карагандинской команды, эта шайба оказалась единственной. На 12-й минуте первой 20-ти минутки нападающий «Сарова» Руслан Хасаншин сравнял счет 1-1 после первого периода. Во втором периоде на 33-й минуте матча нападающий «Сарова» Григорий Мищенко забросил вторую шайбу в ворота «Сарарки». Этот гол стал определяющим, поскольку третий период остался безголевым. Как ни старались карагандинцы перевести игру в овертайм, у них ничего не получилось. А главному тренеру не оставалось ничего другого, как вновь извиняться перед болельщиками. Я бы хотел сказать, что попали в яму, больше где-то в психологическом плане. Сказали сейчас ребятам то, что только-только все вместе, все вместе из этой ямы. И мы сможем через работу, через пахоту, как говорится по-русски, нужно, нужно, необходимо, необходимо, да, то есть выиграть, выиграть, почувствовать психологически, да, немножко. Ту уверенность, которая у нас была в начале сезона, да. Я сказал ребятам, что чемпионат очень длинный, еще много игр, и все, все, можно сказать, интересно, еще все впереди, но хотел извиниться перед нашими болельщиками за эту игру в частности, да. А вот для соперника эта игра переломила судьбу команды во всем чемпионате. Ведь до встречи с Сароаркой Саровские хоккеисты вели свою проигрышную серию. Очень напряженный матч выдался. Другого-то, в общем-то, мы и не ждали. Вспоминая прошлогодние поражения здесь, когда нам очень много забили. Сегодня мы сыграли построже в обороне. Удачно сыграл вратарь. В общем-то, чего мы хотели, мы добились. А 16 ноября в Караганде Сароарка проведет очередную домашнюю встречу. На этот раз в качестве оппонента выступит хоккейный клуб «Ариада НХ» из города Волжск. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Сау Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова